Привет, мои дорогие подписчики, друзья и гости канала. Посмотрите, как я одета. Видите, я иду в теплые куртки. Ну, как в теплые, но в теплые. Для мая-то. У нас холод просто невыносимый. Ветер леденючий. Куда иду? Иду, конечно же, на работу. И, как всегда, опаздываю, пока закончила домашние дела. Не заметила, пролетело время. Но ничего, это моя подруга, она меня подождет чуть-чуть. Вот так меняется погода. Это так у нас в Волгоградской области. У вас как? Какой сегодня мая? 11 мая. Было 9-го жара. 10-го вчера уже так. Я еще выходила во двор в футболке. Сегодня в футболке выйти просто невозможно. Надела куртку. Завтра суббота. С племянником едем на день открытых дверей. Он у меня заканчивает 9-й класс. И хочет поступать в технологический техникум. Он у нас здесь считается престижным. На юридический факультет. Так что нам завтра очень рано вставать до Волгограда. Ехать где-то на маршрутке. Если мы пойдем на маршрутке в 2 часа, это где-то нужно встать в 6 утра. Чтобы успеть на восьмичасовой маршрутку собраться же нужно. Еще в себя прийти. Я так рано не встаю. Я вот просто... Почему говорю-то? Что надевать? По прогнозу 21 градус. 21 градусом? Ребят, не пахнет. Здесь, наверное, градусов 18. В общем, холод. Я не думала, что так может резко поменяться погода. Как бы еще заморозков не было. Хорошо огурцы не открыла. Вот иду и миорзну. Сейчас мне холодно. У меня вот даже руки замерзают. Вы представляете, какой у нас резко континентальный клип? Вот так вот. Все, выхожу в центр. Мне близко здесь до центра. А там до работы 5 минут. Вообще мне не нравится место, где я живу, как я говорила. Все под рукой. На все закрываюсь, прохожу мимо садика. Детишки играют. Тоже все одетые. Все, пока закрываюсь. Пока-пока. Иду с работы. Солнышко выглянула. Ну, знаете, как осенью светит, но не греет. Решила зайти в магнит-косметик. Кончила стиральный порошок. Вчера все, чтобы перестирала, надо купить. Какая-то тишина у нас в поселке. Я не знаю, спать шутся ли ли. Одни голуби. Даже на детской площадке никого нет. Фонтаны бьют, смотрю. Но от них так холодно становится. Смотреть аж не охота. Зато, смотрите, как голубей. Людей нет, а не голуби. Брачный период, похоже. Ну, ладно, отключаюсь. Отхожу к магнит-косметик. Пока-пока. Ну, вот, пришла домой. Купила порошок. Кстати, была скидка хорошая на Ариэль. 3 килограмма за 199 рублей. Взяла. Ну, тяжелее бы я и не дотащила, конечно же. Я просто хотела с вами сейчас поделиться. Вчера смотрела такое видео о нас с вами, о ютуберах-блогерах, да? А что мы уже не можем, чтобы не снимать видео. То есть это, как объясняется в этом фильме, это уже такая потребность поделиться своими мыслями, своими настроениями, своими впечатлениями, да? С людьми. И там предлагался такой вариант. Попробуйте просто запишите себя, да? Ну и сбросите в компьютер. Ну и смотрите. Только вы не получите того результата. Вам нужна аудитория, да? Нужна аудитория, где можно обсудить какие-то темы со своими друзьями, с подписчиками, с гостями канала. И вот, знаете, я вот смотрела это видео, да? И я полностью согласна. Я вот уже не выхожу из дома, не взяв с собой камеру, чтобы что-то не снять. Вы знаете, вот становится легче. Вот в жизни у вас были когда-нибудь такие неоправданные ожидания, да? Ну, все разного, например, разного формата. Ну, сейчас, допустим, душевные неоправданные ожидания. Это, наверное, каждый переживал и проходил через это. И это сложно, да, пережить одному, сложно. Ты же не будешь, ну, в себе это все держать. Нужно же кому-то что-то рассказать. Рассказать близким просто не поймут. Поэтому говоришь на аудиторию. Ну, в основном все так, да? Ну, у многих есть определенные темы, допустим. Рыбалка, там, цветы, птицы, природа, да? Я это тоже как бы снимаю, но чуть-чуть как бы не мой профиль. Я люблю, мне нравится снимать о себе, о своей жизни, о своих впечатлениях, о своих мыслях, о своих каких-то планах, о своих, ну, не планах, а о своих, ну, каких-то пожеланиях что ли, да? И я вот вчера, когда слушала это видео, видео известного блогера, да? И смотрела, слушала. Я с ним полностью согласилась. Тут он говорит не то, что как мы становимся зависимыми от ютюба, нет. Здесь совсем чуть-чуть другое. В ютюбе кто? В основном люди, которые любят общаться, да? Любят делиться, любят разговаривать с аудиторией. А у нас нет таких каких-то аудиторий или еще что-то, или каких-то кружков, где можно было разговаривать. Допустим, вот у нас нет в поселке такого, да? И поговорив, допустим, ну, со знакомыми даже, это не дает такого эффекта. Вот я, в принципе, вот согласна с этим блогером и думаю, что он полностью прав на сто процентов. Это, вы знаете, когда долго не снимаешь, какой-то застой происходит. Поэтому вот он рекомендует, снимайте, снимайте, снимайте. Ваши видео должны выходить хотя бы минимум три раза в неделю. Снимайте и выкладывайте. Я стараюсь выкладывать каждый день и даже в день снимаю несколько видео, чтобы, допустим, времени было там для того, чтобы не снимать, а просто обрабатываю и выкладываю, обрабатываю и выкладываю. Вот сейчас ушла в магазин, и у меня сейчас я должна зайти домой, там уже должно загрузиться видео. И чувствуешь какую-то вот, не то что вот, какую-то значимость, да? Когда появляются, тем более, однополчане что-то не хотят ничего не сказать. Когда появляются единомышленники в ютюбе и, можно сказать, друзья. И знаете, так вот как-то вот уже одиночество не чувствуется, да? Вот у меня, например, в семье мало кто поддерживает меня, что я занялась ютюбом, да? Можно сказать, даже смеются надо мной. Но я ни на кого не обращаю внимания, потому что мне от этого легче, мне от этого интересней. Мне интересней, чем переписываться в этих соцсетях. Я уже, наверное, скоро одноклассники вообще закрою, потому что, не знаю, уйду с них. Мне они абсолютно не нравятся, не приносят никакого удовлетворения от общения. Сейчас есть вайберы, вайберы, ватсапы, где, может, точно так же смс-ком переписываться. И вовсе не обязательно выкладывать какое-то фото или еще что-то там, да? Рука просто устала держать. Я сегодня без штатива. Ну, в принципе, все, что я хотела сказать. Согласны ли вы со мной? Напишите мне комментарии. Так же вы относитесь к своему творчеству. Я считаю, ютюб – это творчество. Человек развивается, вот развивается от этого. И я просто помню, что до ютюба себя и после того, как я начала снимать, теперь какая я, я стала другая, я изменилась. Я стала более уверена в себе. Несмотря даже на негативные комментарии, которые летят в бан вместе с этими негативщиками, они меня не трогают абсолютно. В этом хочу закончить. Напишите ваше мнение. Так ли у вас? Все, заканчиваю свое видео. Прощаюсь, захожу домой и начинаю готовить уже. Все. А кто был впервые на моем канале, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте вот нажать на колокольчик. Это очень важно сейчас в ютюбе, чтобы получать видео от своих блогеров, на которые вы подписаны. Все. Пока-пока. Ваша Света.